сегодня у нас 14 марта начала эксперимент привет дорогие мои друзья цветоводы сегодня рассказываю что с черенками королевской пеларгонии как они укореняются как идет процесс как нарастает корневая и что с теми материнскими пеларгониями которые я обстригла давайте начнем сначала у меня их всего 4 материнских 5 там еще одна убрана давайте я ее тоже достану давайте смотреть вот эту я очень прям сильно обстригла остались тут вот раз-два-две две почки и просыпается вот еще одна третье вот она там внизу ну и пусть себя просыпается здесь достаточно такой знаете слабый корень и она у меня просто на выживание это уже этому стволу уже три года ну и думаю ну пойдет пойдет вот он пошел и слава богу вот эти вот посвежее и вот посмотрите как они замечательно уже пообразили вот пустили новые череночки и смотрите здесь тоже здесь просыпается почечка здесь просыпается вот здесь тоже просыпается почечка в общем то все будет хорошо хоть еще раз бери и еще раз снимай вот эту всю макушку на украине что здесь давайте посмотрим то же самое вот черенки были прям сняты вот они тут уже ствол такой видите зеленый из зеленых стволов поснимала и вот они пошли в рост из макушки из пазух листа вот где листа нет тоже вот это то что я сняла самом начале и буквально вчера об обдрала как говорится все как липку вот еще 22 вот таких вот они сейчас прям страшные очень страшные потому что они остались без черенков ну один вот здесь остался он какой-то был маловатый вот я его оставила пока вот он пусть немножко подрастет он маловатый он не пока еще не внушает надежду может сказать так вот ну а вот это все придет в себя тоже также все обрастет облиствуется и будет в порядке теперь посмотрим на черенки вот это вот свежие черенки вчерашнего сбора 7 штучек собрала вот их сегодня буду сажать расскажу про посадку кто не смотрел как я сажал черенки все подробно расскажу не буду изменять своему принципу вот как получил как у меня получается как я и буду делать но один черенок для эксперимента я все-таки посажу так как мне советуют мои зрители потому что опыт принимать я тоже люблю и прислушиваться к совету других людей тоже прислушиваюсь потому что учиться никогда не поздно учиться всегда пригодится к сожалению вот стаканчиков прозрачных у меня не так много в основном конечно черенки вот в таких белых стаканах сидят как я замечаю что уже черенки пошли в рост и с ними все хорошо во первых нет желтых листьев когда пеларгония не желает укореняться в особенности королевская у нее начинают желтить листья у нее начинает как-то знаете внешний вид такой плохонькой быть вот например такой как у этого черенка он единственный меня подводит но и он тоже молодец он тоже молодец это вот все отомрет и серединка у него смотрите какая бодренькая серединка не подводит и даже можно видеть кого корешки беленькие вот они беленькие корешки есть прозрачный стаканчик так вот здесь немножечко корешки они конечно слабовато еще мало их вот корешочек вот здесь внизу корешочек вот мало их конечно но они есть хотела я уже было их пересаживать но нет торопиться не стану сейчас если начать пересаживать вот такой вот слабой корневой системой который еще знаете так не прочно держится за грунт можно этот грунт весь осыпать рассыпать ком земляной сломается и просто напросто ничего хорошего не получится подождать нужно так вот здесь вот еще корешочек мы видим также покажу вам вот здесь вот корешочек беленький вот еще у меня есть с такими же корешочками но здесь картина вообще вообще красивая вот таких корней бы да побольше да всем идите какие корешки это уже прям заявка такая здоров здоровская как мы в детстве говорили даст все здоровско тут вот ну и по внешнему виду листа тоже все отлично начинает расти макушечка это прекрасно так смотрите вот вот у меня значит череночки которые в первый раз я же много их настригла вот целая ведерко такое удобнее поставлю меня уже растение мои выживают со всех столов уже насажала всего везде так ну вот здесь видите листочек отмирает но макушечка не подводит на кошечка появилась новые молодые листики она дает поэтому пока еще не трогаю пока еще я их не переставляю так найти не стремлюсь пересадить вот как стоят они у меня вот этих ведерочках на окошечке вот видите главное не залить понемножечку совсем поливаю но и слежу чтобы не пересыхали в чем причина такого успеха укоренения вот еще один стаканчик в общем ни одного не выбросила стаканчик ни одного прям вот рада радостью радио шинка так смотрим дальше сейчас у нас будет происходить очень ответственное мероприятие мы будем с вами проводить эксперимент я приготовила две чашечки с землей и 2 и 2 стаканчика с вермикулитом подготовился очень ответственно выбирала вот одинаковые абсолютно черенки везде одинаковое количество листиков везде по три листика размеры черенка тоже одинаковые чтобы не было как говорится никаких привилегий ни у одного из черенков что мы с вами будем проверять имеет ли значение укоренение с корнеобразователем с регулятором роста корней так стимулятор роста корней вот такой корни steam что будем проверять сюда посажу землю посажу с корнеобразователем с корнем стимулятором и без также и вермикулит посажу с со стимулятором образование роста корней и без образовав без стимулятор образования роста корней смотрим внимательно за экспериментом делаю абсолютно одинаковой глубины ямки и здесь и здесь наливаю из одной той же лейки вот смотрите сюда воды и сюда воды здесь пролью просто водой так как вермикулит хорошо впитывает влагу посмотрите сколько налила и он еще даже не до дна впитал поэтому подливать буду еще по мере просыхания по мере впитывания вермикулит он как имеет такую пористую структуру и он впитывает в себя питательные вещества влагу и потом когда растению не хватает например полили мне вовремя он эту влагу из себя выдает а вот питательные вещества выдает он неохотно поэтому и добавлять его нужно в минимальных количествах что не могу сказать о перлите перлит он вообще инертный он ничего в себя не впитывает ничего в себе не задерживает хотя тоже имеет пористую структуру ну ладно не будем отвлекаться так все промок наш вермикулит и группу грунт тоже полей значит сюда я вот этот черенок обмакиваю встряхиваю тот же самый процесс я проделывала и вот с этими успешно укоренившими с черенками но знаете иногда вот не хочется лишних денег тратить каждая копеечка на счету попробуем сможем мы без него обойтись или не сможем так сажаем отмечаем пишу стимулятор роста так все как обычно плотненько обжимаю вот так вот еще мне кажется успех вот такого укоренения вот именно в таком найти вот плотном обжимании что когда мы устанавливаем черенок так чтобы он вот ну он не колышется он не раскачивается и вот за счет того что здесь все плотно возле корешка возле стволика он не высыхает ведь какое-то время ну чем питаться этому растению корней у него еще нет впитывать влагу нечем поэтому и начинается вот это пожелтение листьев и начинается вот это вот усыхание увядание все и загнивать он тоже может по этой причине если мы сейчас вот так вокруг зальем воды вокруг ствола будет здесь сыра влага это впитываться не будет она только будет провоцировать загнивание ствола и может также от этого черный нож к образоваться так здесь тоже все сделали и никакого стимулятор роста корней я здесь не применяю опускаю черенок и таким же образом обжимаем конечно надо было бы взять вот для этих с землей тоже стаканчики прозрачные ну да ладно мы увидим по внешнему виду по внешнему состоянию как у них вообще жизнь протекает так теперь с фермикулитом делаем углубление делаем здесь тоже углубление этот черенок я обмакиваю стимулятор роста стряхивая и сажаю на укоренение уж больно нахваливают укоренение черенков вермикулите я не спорю возможно это здорово я сама только вот на днях вчера позавчера провела такой эксперимент по укоренению черенков маленького размера но вы знаете что вермикулит вот небольшой совсем пакет двухлитровый стоит 80 рублей вот так поэтому знаете шикарно будет если мы будем сажать вот так черенки в один вермикулит ну да ладно бывают такие знаете ценные драгоценные сорта которые мы ради которых мы можем пожертвовать стаканчиком вермикулита так теперь сюда здесь мы ничего вообще не обмакиваем ствол абсолютно чистый и сажаем черенок лишняя влага кстати видите она вытекает сейчас подпиской подписали вот здесь нужно подписать здесь у нас стимулятор вот так сейчас помечу что здесь у нас стимулятор роста вот так черненький накрашу он не стирается видите его не сотрешь фломастер здесь напишу так что мы будем знать что здесь у нас стимулятор роста вот и все дорогие мои друзья сейчас я эти черенки как обычно накрою пакетиком и поставлю также они будут стоять в один в идентичных в одинаковых условиях и результат конечно же вам покажу не держим черенки на солнце когда укореняем на открытых лучах они могут у нас и засохнуть и завянуть и сгореть на на весеннем таком солнце мы проверяем нужен нам стимулятор роста корней или нет да мы еще проверяем вермикулит и грунт обычный все вот теперь точно все всем пока пока миру мир миру мир